ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У меня на портрете мой дедушка, которым мы всей семьей очень гордимся. Расскажите немножко, вот где он воевал? Дедушка воевал в том числе под Сталинградом. Так что у нас очень хорошие традиции в семье в этом плане. Я помню, как, когда я был маленький в школе, нам часто задавали задания дома, рассказать про кого-то из тех, кто воевал в семье. Я все время рассказывал разные интересные истории, которые передают в семье. К сожалению, я сам не застал его, но родители мне очень много об этом рассказывали. Поэтому мы с большим уважением относимся. К нашему дедушке. Кто у вас на портрете? Мама и папа. Где они воевали? Они воевали в Первом Белорусском фронте с первого дня войны. И дошли до Берлина. Вот фотографии там их... Они были офицерами-связистами. Они были офицерами-связистами. А немножко о нем расскажите. Ну, я знаю его путь до Белоруссии, до города Мозырь. Дальше, честно, я уже не знаю. Он прошел всю войну и закончил войну в Германии. Я от всей души поздравляю всех наших ветеранов с праздником, с этим великим, большим праздником Днем Победы. Здоровья, всем счастья и благополучия. С праздником! У меня наша бабушка, сержант Амалия Яковлевна Коломычкова, вот, она в 18 лет ушла на войну, воевала, дошла до Берлина. Спасибо большое ей. Мы ее помним, помним всех ветеранов. С праздником, дорогие друзья. С праздником! Боков Сергей Андреевич, он был политрюхом. Я его, правда, не застал, потому что он умер до моего рождения. Но я очень горжусь им. И надо помнить всех своих предков, их достижения, что они сражались за нашу страну. Это моя мама, она воевала под Москвой. Николай Иванович, ее брат, он погиб под... Защищая Ленинград, похоронен на Пискаревском кладбище. Ее сестра, моей мамы, она защищала Сталинград. Была в плену, прошла всю войну. Ее муж, он погиб на границе с Польшей в первый день войны. Николай Евсеевич. А по имени? Про Копюк. Начинал с первой дни войны под Киевом. Был на Воронежском фронте и погиб под Ригой. А почему ты сегодня сюда пришел? Потому что у моего папы... Вот у моей бабушки у нее был брат, и он на войне погиб. И у моего дяди, у него тоже были вот это... Ну, тоже были братья два старших, и одна старшая сестра. И вот они два погибли. А какой сегодня праздник, знаешь? День Победы! У меня на портрете мой дедушка Шувалов Андрей Фимович. Он воевал с 1941 года, по 43-й по ранению. Был комиссован на Украинском фронте, служил. У меня портрет моего отца. Федор Тимофеевич Шулешко, мой дедушка по маме. Сейчас о нем пишется труд на основании дневников его. Он вел дневники во время войны. Третий Украинский фронт, он воевал рядовым, пехотой. А это его старший сын, старший сын Иван Фодорович, старший сын. А моя мама, не, Федоровная дочка. Семья. Базунов Анатолий. Он погиб в Венгрии. А это тоже прадедушка мой. Он в концлагере, в общем. Из концлагеря в концлагерь переходил. И мы, в общем, не знаем точно, где он умер. Как считается, как без вести пропало. Это наш папа, Козуляев Александр Федорович. С 43-го по 45-й прошел. До Берлина. До Берлина дошел. Подписывался на стене Берлинской. Видел Кантарию. Но никогда ничего не рассказывал. Мы только узнали уже из тех архивов, которые сейчас открыты. Вот мы очень много оттуда узнали. За что он получил одну красную звезду, вторую медаль за отвагу. Единственное, что я всегда говорил. Это страшно. Ведь этого никогда не будет. Единственное, что я всегда говорил.